Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и случайные зрители канала Амазония Дрим. Как видите, сейчас достаточно темно, я нахожусь на ЖД вокзале, встречаю очередную порцию рыбки. Один из моих подписчиков попросил приобрести и подрастить ему аровану серебряную, ну и параллельно я уже заказал себе немного рыбки, какую именно, вы увидите немного дальше в видео. А сейчас желаю вам приятного просмотра, поехали! Итак, друзья, в этот раз нам приехала небольшая коробка, как видите. Давайте мы все это дело распакуем и посмотрим, кто нам сегодня приехал. Сегодня у нас здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь пакетов. Вот такой вот маленький пакетик, здесь у нас сидит один Астронотус, значит, это Астронотус Оскар Красный. Вот, очень мне понравились малыши, решил заказать еще одного. В этом пакете, ага, таких пакетов, друзья, у нас несколько, значит, в этом пакете сидит сиамский окунь. Малыш очень красивый, где-то сантиметров, наверное, семь. Очень красивый, интересный малыш. Еще один пакет с окунем. Вот, очень красавец такой. Окуня мне вообще очень сильно нравится, потому что рыба достаточно интересная. Как в поведении, так и в плане окраски. И вот еще один парень, то есть, всего нам приехало три окунька. Так, в этом пакете у нас сидят две циклы Кэлбери. Сквозь пакет плохо видно, конечно. Кэлбери это не Кэлбери, да и размер, конечно, такой, что, в принципе, не увидишь. И, друзья мои, Аравана. Кстати, Аравана в достаточно хорошем размере. Сантиметров 12, может, даже больше. И еще один пакет. Здесь у нас сидит тоже Аравана. И тоже в достаточно хорошем размере. Значит, сейчас мы отсортируем рыбу по размеру. И высадим ее в два ведра. То есть, я вот уже думаю, что окуньки пойдут в один аквариум с Араваной. Потому что окуньки сантиметров у нас 7. 6-7, может, даже 8. Ну и Араваны тоже не мелкие. То есть, они друг друга обижать, я думаю, не будут. И, соответственно, сожрать не смогут. Ну, а цикл мы пустим к нашим малышам, тем, которые приехали в прошлый раз. Цикл мы посадим вот в этот аквариум, в который мы на прошлой неделе пересадили малышей циклы Ацеллярис и Астронотуса. Сюда же поселим к ним Астронотуса. Вот, как вы видите, малыши сегодня уже поели у меня салаку. И, в принципе, достаточно хорошо себя чувствуют. Даже, мне кажется, что немножко подросли. Вот. И сюда мы сегодня поселим наших две циклы Келбери, малыша и Астронотуса. В общем, друзья, действительно, малыши Келбери существенно по окрасу отличаются от Ацеллярис. Вот, даже в таком вот мелком размере уже видно, что все-таки есть существенная разница в окрасе рыбки. Ацеллярисы уже достаточно хорошо освоились. И все-таки я вижу, что по сравнению с Келбери они уже немного даже подросли. Если вас интересует вот такого рода рыбки, пишите мне в Facebook или Telegram. И я помогу вам с приобретением вот таких вот прекрасных малышей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну, Аравана, конечно, это королева аквариума. Все-таки даже в таком маленьком размере рыбка очень грациозна. И просто за ней приятно наблюдать, как она плавает, насколько она бальяжна и красива в аквариуме. Всем тем, кто хочет приобрести себе крупную Америку, но все еще в раздумьях, какую же рыбу себе посадить в аквариум. Друзья мои, Аравана это та рыба, которая должна быть в любом аквариуме с крупной Америкой. Как я не пытался поймать в объектив наших окуньков, которые сегодня приехали, так у меня ничего и не получилось. Все они спрятались за мочалку и пришлось мне снимать только одних Араван. Но я думаю, друзья мои, что не все потеряно. И в одном из следующих видео я обязательно вам покажу этих окуньков, насколько это прекрасная и интересная рыбка. Продолжение следует... Продолжение следует... Что ж, друзья, спасибо всем вам за то, что посмотрели это видео. Оно вышло достаточно немногословным. Но дело в том, что я сегодня в принципе и не снимал то, как я перевожу новую рыбку. А просто хотелось показать, кто из новых жильцов ко мне сегодня приехал. В одном из следующих видео я вам обязательно покажу, как себя чувствуют малыши анцитрусов, как себя чувствуют малыши боцы, которые приезжали к нам в прошлый раз. Ну а если вам интересно посмотреть, как я именно перевожу свою рыбку на новую воду, то есть на свою воду, следите за обновлениями канала и полистайте прошлое видео. После выхода видео с тем, как ко мне приехали малыши циклы Ацеллярис, ко мне поступило достаточно много звонков и сообщений в Facebook с вопросами, можно ли у меня приобрести рыбку. И вообще, как бы, люди, желающие приобрести крупную Америку, хотели проконсультироваться. Так вот, друзья, поступило очень много однопрасных вопросов. И все это натопнуло меня на идею снять вот такой вот общий ролик для тех, кто хочет приобрести крупную Америку. Поэтому ждите обновлений. Буквально через день-два я сниму ролик о том, как правильно выбрать себе рыбу для своего аквариума и стоит ли покупать малышей или уже подрощенную большую рыбу. А на этом, друзья, все. Спасибо еще раз за то, что посмотрели это видео. Желаю вам добра и удачи. Здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!